Не, ну есть что-то вообще. Я каждый раз, когда на ней выезжаю, знаешь, что-то такое, блин, я не знаю, испытываю. Какую-то вот, какую-то мощь, такую, знаешь, грубую советскую мощь. Когда, знаешь, когда американцы боялись, что, не дай бог, кто-то нажмет на ядерную кнопку, да? Да, кнопочку, и оно все улетит. И прям ты чувствуешь, что ты как бы крутой чувак. Ну, да, тут такой сидишь, такой, такой в развалочку. Ты решение принимаешь, понимаешь? Не, ну в то время, если ты ехал на Волге, то ты явно принимал решение. Да, да, да. Причем не самое последнее. Ты мог уволить, принять на работу, принять на работу родственника. А вот это все. Свата-брата, понимаешь? Слушай, где-то я уже такое видел. Достать хорошие сапоги. Да, да. Замурский. Да. Порошковый, порошковый. Просто порошковый окрас. Это фантастич! Гуд. Качество, качество Германии. Ну, неплохо, нормально, слушайте. И в ГАИ съездили, хорошо оформили. И ништяки. Да, и ништяки. Номер блатной? Нет, номер обыкновенный. Зачем мне блатной номер? Зачем? Мне страховая мозг весь съела. Мозг через ухо. Алексей Михайлович, они хотели страховать Волгарь? Потому что он старое ведро ржавое, по их понятиям. Во-вторых, сейчас, Игорь Иванович, не хотели страховать, потому что этот самый документ старый, ПТС-ка, старая книжка, которая... Они сказали, у нас базы нет, мы никуда им ведем, все, короче, нам нужен номер нового ПТС-ка. Боже, блядь. А там антенна, да? Да, там антенна, да, Игорь. Как ты когда у него жопа горела. Какая история вообще такая. Душесчипательная, да. Ну вот и пробил тут сейчас, Тарас Сергеевич. Ну, время пришло. Время пришло, да. Жалко, нельзя номера ставить. В общем, мы нынче отправляемся в МРЭО переоформить Волгу, в конце концов. Да, да, во-первых, мы обещали, что мы ее переоформим, во-вторых, как бы нам так или иначе нужны новые номера. Да. Волга должна ездить. Волга должна ездить. Блин, такая бедная, но ничего не поделаешь. Старые номера ей были бы, конечно, больше к лицу. Ладно, пойдем заводить. Пойдем, пойдем, Георгий Александрович. Бедненькая стояла уже тут немножко, блин, так непривычно в старых автомобилях не той рукой открывать замок. Маффон мы, кстати, так еще и не сделали, потому что Маффона у нас сейчас по-прежнему нет, антенны нет. В общем, ждем. Ну что заведется? Должна, это же Волгарь-то че. Ага. Вручник шлеп. Ай-чет. Ох ты, елка, жарен, бабай. Техника, технологии. Технологии-то грузовые, по-моему, нет? Технологии, понимаете, же вековые, неубиваемые. Итак, с Богом. Е. Все очень просто, оказалось. Да, все, сейчас немножко погреем и выезжаем. Ты же, кстати, еще не ездил на Волгаре. А, реально, Сергей еще на Волгаре не ездил. А че, как тут? Я что-то кручу, что-то непонятно. Ну, не знаю, попробуй что-нибудь предприятие, ниже не есть. Георгий Александрович, такое ощущение, что там реле, это такой, знаешь, какой-то вот такой контакт, он прям так Бам, 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 прям, фигарит. Три года. Ну, да, 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 он, тридцать три года фигарит, износу нет, он еще будет столько же фигарит, ничего с ним не будет. О-о-о-о-о. Какие-то мы прям заехать, заправиться, потому что это же Волга, даже когда она стоит, она все равно жрет топливо. Но не так, как Субару 98-го бензина. Нет, это, да, громкий. А, это этот громкий, что я что-то, я что-то ощипся. Волга комфортный, что? Ну, слушай, ну, да, так-то да. О-о-о, нравится. Нравится, не нравится, ковшов-то нет. Блин, опять очередь. Так, такой этот, поворот закладывать-то без ковшей. Не, ну, есть что-то вообще, я каждый раз, когда на ней выезжаю, знаешь, что-то такое, блин, я не знаю, испытываю какую-то, какую-то мощь, такую, знаешь, грубую советскую мощь, когда, знаешь, когда американцы боялись, что, не дай бог, кто-то нажмет на ядерную кнопку, да, кнопочку, и оно все улетит. И прям ты чувствуешь, что ты, как бы, крутой чувак. Ну, да, тут такой сидишь, такой, такой в развалочку. Ты решение принимаешь, понимаешь? Не, ну, в то время, если ты ехал на Волге, то ты явно принимал решение. Да, да, да. Причем не самый последний. Ты мог уволить, принять на работу, принять на работу родственника. А вот это все. Свата, брата, понимаешь? Слушай, где-то я уже такое видел. Достать хорошие сапоги. Да. Да. Заморский. Да. А как он включается? Дверь открою, он включится, ты же Волга, понимаешь? Технологично все. Кольцевик советский, знаешь, наверное? Кто? Ну, кольцевик, тут же кольцевик должен быть. Да, вот такой вот. Вот такой. Вот такой. Миштяка. Тридцать три года работает, понимаешь, какой концевик у нас вообще отработает тридцать три года? Только Волгерский, советский. Не каждый. Не каждый. О, наше время. Наше время пришло. Какой лить будем? Да, 92-й. 92-й? Да, да. А эти автомобили, кстати, переводились, нет, на этот? Да, 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 переводились. Их переводили, да, на другое топливо? Да. А что при этом делалось? Бутерброд. Бутерброд? Да. Все камеры сгорания увеличивали? А, степень. А, степень сжатия? Да. Ну, как правило, уменьшали. То есть ставили парочки прокладок и переводили на 76-й бензин. Слушай, Георгий Александрович, тут вообще так все чутенько сделано, и до сих пор все живо, цело и здорово. А вот это специальная держалка, да, такая? Да, это движка ременей безопасности. Я бы, кстати, пристегнулся. Думаешь? Да. А к чему? А, ну к чему. Слушай, ну, у меня какие-то трудности возникли, давай... Ну да, Сергеевич, это эскетичный ремень, понимаешь? Вот давай, я не буду портить эту эскетичность, эстетичность, да, я оставлю лучше так. Ну, блин, ну это вообще... А это зеркало... О, какое зеркало! Ну, зеркало колхоз. А, это колхоз? Да, нормальный зеркало решили на бардачке, и мы потом не осторожно пустим, будет советское зеркало. Угу, после проклеено тут все так чётенько. О, кайф! Вообще красотища! А вот, кстати, вот это вот мне очень сильно нравится. Вот это. Это реально железка, она весит, ну, где-то около, наверное, килограмма. Она, это реально прям железо, чтобы вы понимали. Это просто офигенно. Тут еще какая-то шкалатка. Ну, это для разных, ну, здесь кнопочка еще могла быть, да, радио. А, то есть у нас комплектация не щеброд просто, я понял. Хорошо. Ну, Бергисон. О, смотри, эти какие штуки. Дудки, да, все почти как оборудование. Ну да, только не крутится. Почему крутится, у меня крутится. А, я думал, внутряжка должна крутиться. Не-не-не, все здесь зеркало. Вот в 1984 году наши инженеры придумали это, а в Лугане через сколько пришли? Через 30 лет и в Лугане до этого додумались. Ты застрелываешь. Блин, вот этот звук старого такси вообще. В Булгарии когда ездили. Интересно, может зеленый огонек поставить, знаешь? Не-не-не, ну, подожди, они с завода шли, вот эти вот такси, это... Заводы они уже шли такси, то есть их на заводе делали такси. На заводе делали такси, да, прямо на бортах рисовали, что такси шашечки рисовали. А от штатной комплектации она отличалась только вот аббревиатурой. Ну, таксометр еще. Вот такси. Да-да-да. Не, ну, не, не надо, зачем? У нас же, мы же по штату будем, завод делали. Не-не, по штату, да-да-да. Самый распространенный цвет был у такси. Ну, да-да. Потому что, ну, черные делали и... Ну, да, нет-нет, ты правда. Самый распространенный, желтый, вот этот, знаешь, такой слоновый кость цвета грязного снега, знаешь, такой цвета родины, понимаешь, такие? Я думал, грязный снег и желтый снег. Забей. Ну, все, я нашел комфортное положение, это самое главное. Ну, что, в Ростов? 1800 километров. А что не предупредил? Я бы хоть трусов взял. Не, просто в ГАИ. Да, просто в ГАИ. Блин, что-то уже так долго, Георгий Александрович, я жду. Да, блин, все запотело, я уже поспать даже успел. Ёкран и бабай. О! О! Спильберг, здравствуйте! Вы что так долго? Е. Тот редкий случай, Тарас Сергеевич, когда в МРЭО проблем не было. Проблемы были в страховой. Нормальная тема, короче, в связи с приятием этого нового закона, замкнутый круг. Мне, короче, чтобы поставить, переоформить машину, нужен страховой полис, правильно? Правильно. Отлично, правильно. А чтобы мне застраховать машину, мне нужен ПТС нового образца. Потому что вот эту книжечку советскую они почему-то ввести не могут, короче, в свой страховой полис. Ты прикинь? И в итоге, короче, я в МРЭО потратил несколько часов и, сколько, я не знаю, чуть ли не больше времени я просидел, короче, у этой страховщицы, чуть ли не в ногах у нее валялся, типа, давай, ну что-нибудь сделаем. А она нашла, короче, страховую компанию. Включая даже название говорить не хочу, какие дорогие копыта, а которая сдала по старому этому самому страховому полису. И теперь, вот сейчас, мне надо ехать в головной офис этой компании, в головной офис, чтобы там валяться у них на коленях, чтобы они вписали в ПТС новый номер. Да, они в страховой полисе, у них новый номер ПТС, представляешь? И, короче, меньше, чем на год, сейчас что-то они не хотят страховать. В тот случай, когда вы... И, кстати, и, кстати, вот, ребята, кто вот вообще вот этим занимается, вот кто в страховых работает? Вот нас смотрят наверняка такие люди, напишите, и в Волгарии страховать не хотели в принципе, даже не то, что из документов из-за страха, а в принципе его страховать не хотели. Ну, старое. Они говорят, ваше ведро у вас старое и неликвидное, понимаете? Нифига себе неликвидное, а ле, такие в музеях, ёкарный бэбай стоят, в смысле неликвидное? Для страховой это старое неликвидное ведро, 33 года. Ну да, недоходно для них, я так понимаю, поэтому они не хотят. И мы, на самом деле, короче, из-за этой страховой сейчас опаздываем, надо ехать забирать младшего режиссера, хоть на Волгари покатаем. Давай номера прилепим. Давай, давай, пойдем лепить. Так, это перед? Все, да, это перед. Перед. А, кстати, обради внимание, да, все в автопластилине. Автопластилин? Да, 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 ну чтобы не ржавело, да, да, да. Держи, это перед, а это зад. Это зад. Пойдем лепить. Все, ништяк, пойдем. Слушай, а что происходит? А это от номера. Раньше-то номера были железные. Причем, вот знаешь, что я тебе хочу? Многие сейчас могли подумать, что это ржавеет кузов. Нет, это ржавел номер. Так, я тебе говорю, да. И осталось это от номера. Слушай, ну да, было бы очень классно на самом деле. Ну, мы теперь на чутких номерочках, ну и пик прям вообще. ХНК. Ну, мы можем ездить теперь без каких-либо проблем, я так понимаю. Да, у нас же нет никаких проблем. У нас даже страховой полис есть. Только надо страховую еще раз ездить. Все, пойдем берегу привезти. Ну, что ты, знаешь, что ты угораешь-то? Ну, Георгий Александрович, я просто ржу, как у тебя бомбит. Да капец, реально. Да я не часто такое вижу, как у тебя бомбит. Это очень офигенно. Вставай. Вот сам туда и прикручивай. Давай, ну, дай мне. А, вот, да, на тебе. Завтра пластилином прикручивай. Это, кстати, еще с великого Новгорода, понимаешь, мы с собой возим мушкару. Ну, это на всякий случай вдруг голодные времена настанут, а у нас есть мясо. Ну, да, 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 не говори. Будем в топочке. Да. Ёпк, ну, давай. У нас заднее стекло запотело. Георгий Александрович еще сейчас думблерончик за это уже сочетает. Не, ну вот, советские инженеры, понимаешь, они для суровых. А, вот, нащупал. Ой. Во. Слышишь? Да. Это первая? А, это вторая была. Вот это первая. Вот это вторая. Посмотрим. Еле-еле слышно вообще. Ну, слышно, да, работает, да. Вы че, не лежит, че? Болгарь? Сейчас, вот это выключено. Выключено. Вот это включено. О, норматик. Ништяк. Вообще супер. Сейчас посмотрим. Будет отставить или не будет? Я тут зеркало смотрю. Ага. Зеркало поменяет на аутентичное. Ну, да. Но это было... Здесь заводом не предусмотрено, да, вот это стекло? Ну, вот это боковое зеркало. Не знает? По-моему, нет. Просто вот это зеркало, я так понимаю... Там зависит, мне кажется, зависит от года выпуска. А, просто вот это зеркало, оно же как лайфхак, чтобы туда смотреть. Ну, это уже современный китайский лайфхак, понимаешь? Нет, это да, это понятно. Я имею в виду, чтобы туда смотреть, чтобы вместо зеркала. Я не знаю, кстати, вот напишите на 24-х. Вот машина 84-го года предусмотрена, они из завода. Правое зеркало заднего вида. Я просто видел на экспортных, или я не знаю, на чем. Иногда стоят спереди на крыле. Да, впереди на крыле, да. Да, да, да. Или здесь, интересно, кстати. А, слушай, а что-то можно впереди на крыле увидеть? Я, конечно, я видел японские тачки у кого. Ну, кстати, ништяк, вот так едешь, смотришь, как бы, видно на крыле. Ну, нет, я понимаю, может, это удобно, но... Ну, у нас, кстати, задний стекло ничего втайли. Да? А, да. Да, крутая тень. Все работает, что-то, эффективная система, понимаешь? Не какие-нибудь тебе там жалкие вот эти вот стеклышки, нагревательные элементы, которые, понимаешь, перегорают. Все, вентилятор, электро. Лайк нашим детам. Оф, что ты, да. Ну, ладно, сейчас хотя бы младшему режиссеру покатай. На автомобиль. Да. Ну, как тебе машина, Игорян? Нравится? Моя. Нравится? А багажник почему такой большой? Багажник большой, но это же Волга. Завязай. Ау. Ох. Как дела? Знакомьтесь, господа. Игорь Тарас Сергеевич. Неплохо. Это мне? Ну, что, господа, покатаемся. Это мне? Конечно. Это подрастающему поколению. Ты слишком много жрешь, что ли, Сергеевич? Если ты начнешь еще и детей объедать, понимаешь, это будет совсем фиаско. Ну, ладно. Ну, что, ваше мнение об автомобиле мужчины? Да. Ну, красивая. Красивая. Волгарь? Да, неплохо. Неплохо. Сейчас сделаем у нас все нанотехнологии. Прокатимся. Хорошо. Осторожно, шнурок завязался. Да, развязался. Это не страшно. Ну, бабушки. Бабушку не убей. Да. Ну, что ты что? У нас все техники безопасности превыше всего. Толстый металл. Да. Никакого наращивания ключа. Вот, скажи мне, Игоряныч, тебе вот на чем больше нравится? На Волге или на Боевое? Не знаю. Там он так хорошо. Вот, видишь? Ну, везде по-своему. Да. А вот Тарас Евгеньевичу больше нравится на Митсубиши. Тут же надежно. Запомни, Митсубиши это надежно. Никогда не слушай. Ты даже по радио говоришь. Не слушай никогда, Игоряныч, что говорят из телевизора и из радио. Это все, как правило, неправда. А погода? Вот это тоже часто будут. Вот, понимаешь, с первого, с первого, с чего они начинают нас обманывать, это с погоды. Нифига ты там распрыгался. А ну и выше. О, выше. Он нашел применение сиденьем. Говорит, прыгать на них можно. Да, да, да. Да это пружинный потом он что-то. Как старый пружинный матрас, знаешь. Понимаешь? Все-таки реально ты детский психолог, Тарас Сергеевич. Да, да, да. Для тех, кто не помнит, Тарас Сергеевич, на самом деле по образованию он детский психолог. А вот этим самым, ну вы все знаете, у нас просто как бы здесь, видите, младший режиссер. Вот, и только благодаря легкой жажде наживу он подрабатывал вот этим. Тем самым. Да, так сказать, хоботодоктором. Хоботодоктором. Да, да, да. Как ты думаешь, кто такой хоботодоктор? Эээ, не знаю. Ну, в принципе, и правильный слава. Слонов лечил. Да. Консультировал я у тебя. Ладно, давайте посмотрим, что на камеру. А это для чего? А это печка включается, видишь, это печка, это щетки, дворники, это подсос, это, смотри, это аварийка. А что значит подсос? Ну, подсос это типа, чтобы, ну, как сказать, как сказать, что такое подсос правильно? Хороший вопрос. Ручная медаль газа. Не, 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 ну как? Ох, а реально. Ну как, ну а что, реально? Ручная педаль газа. Ну. Ну, короче, когда, а что я говорю? Игоря, ну это, короче, когда машина холодная, ты его вытаскиваешь, и оборот двигателя поднимается. То есть в карбюратор льется больше бензина. А, понял. Да, Тарас Сергеевич бы не понял. А что ты объяснил-то? Про подсос. А, интересно, интересно. Ну, вот как-то так все. А вот это передние противотуманки включать. Ага. Так что здесь все круто. Ты что, это же Волгарь? Вы видели вам посылка пришла из Германии? Какая посылка? А где? А, кстати, да, нам же обещали из Германии посылку прислать. Я не знаю, что там. Да, да, да. Что? Что это за повод? Слушай, это для магнитолы. Ну, для радио. Мы сейчас пока радио собираем, вот ждем, пока появится. Пойдем посылку распаковывать. А может в ней именно радио? Может быть, кстати. Может быть, может быть. Надеюсь, так оно и есть. Тарас Сергеевич, ты уже? Я почти в процессе. Игорян, иди к нам. Не бегай соло по автосервису. Фигово в Германии запаковывать, если так скажу. Это шиномонтажный станок. Ну, мы с тобой это все уже смотрели. Ты что? Давайте распаковывать. О-о-о-о-о. Что это? Мы еще не знаем. На сковородке похоже. А это что? Барабаны. А я знаю, что это... Это в двигатель или что-то там? Это похоже на этот самый какого. А вот это кастрюля. Воздушный фильтр. Да-да-да, под капотом. Подожди. Так, аккуратно. На, взрывай. Доставай. А, это я знаю для чего. Это что? Это, господи, заглушки для амортизаторов. Там такие пыльнички стоят. Да ладно, это для Волги все? Да, это для Волги. А, ништяк, Гергис, отбежи. А, это реально, это крышка кастрюли. А почему оно все такое, а не это? Ну, оно, видишь, покрашено. А, смотри, четенькое. О, а это что такое? Я не знаю, Георгий Александрович. Это, видимо, то, чего нужно. А я не знаю. Подожди, подожди. Что-то. Подожди, подожди. Ребята, если вы знаете, что это такое, напишите, пожалуйста. Потому что я реально не знаю, что это такое. Дельбой, да. Это хомутик для бачка. Хомутик, да-да-да, держи. Это все тельнячки, знаешь, подкапотные. Я понял, то есть там вся подкапотка у нас сельбуста. А что? Немцы сделали. Так это ж от этого. Немцы? Нет, это, господи. Короче, вот эта кастрюля, это, значится, вакуумник, усилитель вакуумных тормозов. Так а сюда что ставим? А сюда фильтр вставляется воздушный. Вот это крепление для бачка, насколько я понимаю. Круглый? Да, круглый. На, еще тебе. Железяка. О-о-о-о, топчик, Георгий Александрович, топчик. Лапанная крышка. Смотри, тут даже сеточка есть. Да-да-да, это же эти самые. Это же от того, господи, вентиляция картера. А что, там есть что-нибудь в мешке? Нет, там воздух. А, просто воздух, немецкая упаковка? А, фурнал немецкий. Подожди, надо проверить. Нет там ничего такого? Ну, я смотрю, я знаю немцев, понимаешь? Все, это да. А, ну, это на каталог какой-то просто похоже. Так. Далеко пойдешь, Игоря? Георгий Александрович, это же шумка, походу. Нет, это просто упаковка такая, чтобы не распегачивалось. Да-да. Вот, ну что, железки распегачиваются. Так, давай вот это просто. Это... Опа. А что это такое? Ой. А что это такое? А, это боковая. Господи, боковая закрывашка двигателя. А, да? Мотровое окно, да, видимо. Так, вот еще. О, так что-то. Что-то еще. Много. Вот еще. Что это? Я тоже не знаю, что это. Вон, там еще. Короче, надо ходить вокруг у Волгаря и смотреть, где... И перекручивать. И перекручивать. Да-да-да, где ставится блин к труду. Где-то покрашенное. Да-да-да. Ну, нормально, что, Волгарь, живи. Спасибо большое, ребята. Немцы, да, красавцы. Там оручились немцы для Волгаря. А, это немцы? Это из Германии, да. Из Германии? Да. Ну, и покрашенная, насколько я вижу, порошковая краска, да? Ну, видимо, да. Порошковая, порошковая молотковая, видимо, я не знаю, как правильно. Порошковая, порошковая. Просто порошковая краска. Тассис фантастич! Гуд. Качество, качество Германии. Ну, неплохо, нормально, слушайте. И в ГАИ съездили, хорошо оформили. И ништяки. Да, и ништяки. Номер блатной? Нет, номер обыкновенный. Зачем мне блатной номер? Зачем? Мне страховая мозг весь съела, мозг через ухо. Алексей Михайлович, они хотели страховать Волгарь, потому что он старое ведро ржавое, по их понятиям. Во-вторых, сейчас, Игорь Иванович, не хотели страховать, потому что этот самый документ старый, ПТСка, старая книжка, которая... Они сказали, у нас базы нет, мы никуда не введем, все, короче, нам нужен номер нового ПТСка. А там антенна, да? Да, там антенна, да, Игорь Иванович. Как ты, когда у него жопа горела? Какая история вообще-то. Душа щипательная, да. Душа щипательная. Да. Все закончилось? Где-то хорошо. Хочешь под капотом покажу? Под капотом, конечно. Давай. А где он стоит? Открывается он с той стороны, Игоря Иванович. Стой? Вот стой, да, пойдем покажу. Ты наслаждайся, ты в следующий раз фиг знаешь, когда увидишь Волгарь-то вообще. Вырастешь, понимаешь, и не вспомнишь. Так, сейчас. Оп, вот здесь вот, смотри. Дёрг, открылся. Пойдем посмотрим. Скажи, бля-бля-бля, осторожно. Оп. Теренц. А это отсюда. Да, те штуки отсюда, да. Все верно. Давай попробуем хоть прикинуть, что куда. Клапанная крышка, понятно. А тебе масляная? Не-не, масляная, понятно. А, вот это, это выход, смотри. Да, да, да. Да, да, да. Это, не ставь, не надо, не ставь на Волгарь. Да я же аккуратен. Да какая разница? Ну, кофе можно поснимать? Нет. Короче, вот это, это от вакуумника, стопудово. Вот сюда. А, вот сюда, да? Да, 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 да. Откуда вот те же лизяки, я ничего не могу понять. Все, сейчас, Тарас Сергеевич, всю молотковую краску уфигачит. Я вот вопросу, вы же к этому. Все. От этого. Я не знаю, честно. Я правда не знаю. А, это, видимо, закрываха вакуумника. А, с той стороны? Она, подожди, она садится на кастрюлю? Давай посмотрим по вот этим вот креплениям. Видишь, вот здесь болтик. Пойдем со мной. Плышится в дырочку. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Вот сюда, закрой кастрюлю. Вот эту. Да, все это сюда. Все, у кастрючки есть, каждой кастрючки есть своя крючечка. Ну что? А это отдельная часть или одна? О, правильно мыслишь. Вот эта решетка отдельная часть? Не ругайся, Сергеевич. Прости, пожалуйста, но тут печаль. Фиаско. Ну, транспортная такая, значит. А вот эта тоже отдельная часть. То есть. Это? Да, решетка из трех частей состоит. Ну, что царапнулось, что делать? Как бы немцы не упаковывали, наши дратути. Дратути. Встретили. Да. Ну что ж, а вот откуда эта, я пока не знаю. Я думаю, в процессе замены мы обязательно об этом узнаем. А вот так вот так. А вот как-то там, по-моему. Где, 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 чего? А она, по-моему, вот так. Да нет. Отсюда другие. У нас они тоже есть, но они не отсюда. А-а-а. Ну, ладно. Давай аккуратно сложим все в коробочку. Смотри, вот это BMW, Игоря. Ну, пойдем к Волге. Пойдем, не будем мешать. Пойдем. Тарас, Сергей. Слышишь? Прикинь. А я бумажку взял. И посылка, вот Жека прислал Евгений Стешин. Ага. Посылка 10 килограмм 55 евро за отправку немецкой почтой. О, ничего себе, что так? Ну, это много. Ну, он, видишь, фирменный. Спасибо большое. Спасибо большое. Немецкая почта. Дайчипост. Хорошая почта. Да. Ну, окей. Все, идем снимать финалочку. Давайте снимем финалочку, а то надо еще домой заехать, а то мамка заругает, что мы тут, понимаете, в автосервисе сидим. Друзья, значит, в нашей команде потихонечку прибывает есть подрастающее поколение с факультета робототехники, не побоюсь этого слова. Кружок умелой руки. Сегодня, я не знаю, радостно это событие или грустно, но Волгарь получил новые номера. Радостные, конечно. Ну, мне на старых больше нравилось. Но, к сожалению, по законам Российской Федерации мы не можем оставить старые номера при перерегистрации. С этим ничего не поделаешь. Значит, к слову сказать, что в МРЭО все прошло достаточно быстро, но вот со страховыми просто вообще масса негатива. Огромное спасибо, значит, нашим подписчикам из Германии, Евгений Стешин, который прислал нам 10 килограмм. 10 килограмм на Волгарь. Нифига себе. Гараж Тулс, привет. Всемиры добра, удачи. Волгарь на новых документах. Я думаю, что ретро-фестиваль Фортуны, который, по-моему, 24-го будет, будет у наших ног. Всемиры добра, удачи. Действие происходит в автосфере. Ремонт автоматических коробок передач. Помнишь, у тебя фрикционы лежат дома? Да. Вот, это автоматические коробки. Дяде Лёше спасибо скажу. Да, дяде Лёше спасибо скажу. Если хочешь, мы тебе еще отсыпем, у него много. Хочешь? Будешь друг об дружку терять. Не хочешь, ну и правильно. Меньше фрикционов, меньше проблем. В общем, до новых встреч, друзья. Всем пока. Скажи пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok